Музыкальный инклюзивный кружок колорит Центральной библиотеки в Видном продолжает перерастать новыми талантами. Чуть больше полугода назад сюда пришел юный певец из Молокова Егор Митин, который быстро стал звездой выступлений коллектива. Мне очень нравится везде выступать на сцене. У тебя есть любимая песня? Есть, конечно. Какие? Расскажи. Последнее время моя самая любимая песня, вот эта вот, «Не для меня». Я ее пою постоянно. Она у меня даже стоит на будильнике моего смартфона. А сейчас уже Егор помогает осваиваться на занятиях новичкам, близнецам Артему и Вячеславу Наракшиным. И петь умеют, и танцуют, и они как-то сразу влились в наш коллектив и стали коммуницировать, потому что все-таки ребята с ментальными особенностями развития, и, конечно, им тяжело. Ну, они стараются, они молодцы. О колорите мама близнецов Алена узнала благодаря сайту с объявлениями. Уже на первом занятии мальчишки почувствовали себя как дома и теперь с удовольствием ходят на репетиции. Мы сюда, получается, пятый раз уже приходим, но у них изменения пошли. Они стали веселые, они стали как-то более активные. То есть они даже на детскую площадку выходят, они там песенки поют, там, ну, играют. Это нужно. Дебютный музыкальный номер «Братьев» родился спонтанно. Ребятам песня сразу понравилась, и они приступили к репетициям со всей ответственностью. Хорошие мысли в плане творческом, они приходят у нас вовремя репетиции. Невозможно вот сесть и что-то придумать такое глобальное, хорошее, искрометное. Нет. Это рождается, пока мы репетируем, кто-то поет, кто-то танцует, что-то мы заметили, взяли на вооружение и потом воплощаем в жизнь. Да, эту песню мы решили вставить в наш концерт «Колоритное лето», который состоится в начале осени, в обновленном уже конференц-зале. То есть мы красивые сами, красивый зал, новые песни, новая программа. Мне кажется, это будет прекрасный подарок ко дню города. «Колорите» занимаются около 30 человек, включая как деток, так и их родителей. Весной они выступили на международном фестивале «Солнечная музыка». Были ребята со всей России и также из других стран. То есть Омск, Тонск, Челябинск. И была прекрасная делегация из Белоруссии. Там вот это направление, оно очень-очень хорошо широко развито. То есть есть такое понятие, как музыкальная терапия. И этим там люди серьезно занимаются. Несмотря на каникулы, ребята регулярно встречаются, репетируют и активно готовятся к новым выступлениям. Впереди празднование Дня города «Видное» и очередная поездка на фестиваль «Солнечная музыка» в Ереван в конце сентября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Кульнара Балаева, «Видное ТВ». Ла-ла-ла-ла-ла-ла.